Кошачий алфавит Кошки так любили кошек, что при осаде одного из египетских городов царь Камбис велел своим воинам идти на приступ, посадив на свои щиты поживой кошки. Египетские воины очень боялись промахнуться и убить хотя бы одну кошку, поэтому город сдался без боя. А что же теперь? Пошла вон, брысь, говорим мы кошке, если нас что-то не устраивает. Сейчас никому и в голову не придет следовать примеру египтян и воздавать кошкам почести, подобающие богам. Однако некоторые мурлыки настолько красивы и величественны, что мы невольно робеем и преклоняемся перед ними. Сегодня мы вам расскажем об одной из красивейших пород на свете. Так что не удивляйтесь, если к концу программы вы вдруг подумаете, что есть в кошках все-таки что-то божественное. У кого из мяукающих самая длинная шерсть? Чем особенны мурлыки с курносым носом? Почему некоторые кошки так любят, когда их кормят с ложечки? Об этом и многом другом смотрите в сегодняшней программе. История происхождения персидской кошки туманна. По одной из версий, предками персов были ангорские кошки. Однако поверить в то, что эти грациозные длинноносые животные каким-то чудом эволюционировали в приземистых и курносых персов, трудно. Но чем черт не шутит? Впрочем, есть еще одна версия появления персидской кошки. В степях, говорят, водились и, может быть, до сих пор водятся такие животные манулы. Вот они даже внешне, такие-то дикие животные манулы, они даже внешне немножко напоминают персов. У них короткие лапы, короткое туловище, такая вот широкая голова, ушки так вот расставлены, именно как у персов. Ну вот, и говорят, что они вязали вот ангорских кошек. И вроде бы от потомства манулы и кошки как раз и пошла персидская порода. Говорят еще, что этих животных потом привезли в Сибирь, которая подарила им пышную шубку. Ну а далее была Европа, где, собственно, и занялись их разведением. Серьезнее всего к этому подошли английские фелинологи. И, может быть, поэтому достигли немалых успехов. Первый стандарт персидской породы был написан как раз в Британии, в начале прошлого столетия. В Россию персидские кошки попали еще в веке 18-м, о чем свидетельствуют рисунки и гравюры этой эпохи. Сегодня их можно увидеть в музеях или на открытках. Я их видела где-то. Эти открытки уже русские. На этих русских открытках явные персы. Хотя они и носатые, но это явные персы. Не какие-то там сибиряки, у которых нос совершенно прямой такой орлиный. Не какие-то русские голубые. Это явные персы, но с носами, которые сейчас уже считаются немодными. Держать при дворе белую персидскую кошку считалось особым шиком. Правда, как ухаживали в ту пору за ее великолепной белоснежной шубкой, не ясно. Но, видимо, были свои секреты. Еще одна версия происхождения персидской кошки приводит нас как раз-таки прямиком в Россию, где большие пушистые кошки всегда ценились. Существует еще одна версия, полностью оперебрегающая восточное происхождение персидской кошки. Суть ее в том, что считают, что родина ее Россия. Это выделяет ее длинношерстность, признак развития длинношерстности, так как там был очень суровый климат. А уже оттуда ее вывезли на восток, затем во Францию и в Италию. И потом из Франции ее вывезли в Ликобританию, страна, которая наконец-таки всерьез занялась ее карьерой. И в 1887 году ей присвоили официальный статус – длинношерстная домашняя кошка в Ликобритании. Из многочисленных ее названий выбрали самую красивую, экзотическую – персидская длинношерстная. Сегодня в мире и России персидская кошка популярна. Но не совсем так, как хотелось бы заводчикам. Все чаще люди предпочитают заводить кошек, ухаживать за которыми легко и не проблематично. Поэтому на выставках персов мало. И остались только отдельные энтузиасты, которые держатся за эту породу и получают оттуда благодарность. Потому что мы в кошек вкладываем, они в нас вкладывают. Где-нибудь что-нибудь заболеть, кошка пришла, легла, она точно знает, где, что болит. Вот это персы. Они же не носятся по занавескам, как многие другие кошки. Я не говорю, что другие кошки плохие, все хорошие. Ну вот, мода на них, к сожалению, прошла, но я думаю, что вернется. Персидская кошка – животное довольно крупное. Тело у нее массивное, с широкой округлой грудью. Живот тоже округлый, плотный. Мускулатура хорошо развитая. Конечности толстые, короткие, крепкие. Лапы круглые, мощные, отлично опушенные. С пучками шерсти между пальцами. Хвост короткий, толстый, прямой, без дефектов. Кончик тупой или слегка закругленный. Отлично и равномерно опушен. Голова круглая и массивная, с широким выпуклым черепом. Пропорциональное телу. Шея короткая. Мордочка с низкими, широкими скулами, круглыми щеками. Нос короткий, вздернутый и широкий, с резким переходом от олба к носу. Уши маленькие, широко и низко посаженные, с закругленными кончиками. Отлично опушены. Приветствуются как можно более маленькие, широкие и закругленные ушки. Глаза большие, круглые, выразительные. Неглубоко, широко и прямо поставленные. Окрашены интенсивно, в соответствии с окрасом. Веки плотные и сухие. Надбровья ярко выражены. Шерстка персидской кошки – одно из главных ее достоинств и украшений. Структура у нее особенная. По американским стандартам кошек стригут, выстригают им лоб, чтобы он оказался ровным, и выстригают щечки. Но это делать, в общем-то, не обязательно. По поводу осевой, вообще у персов ости не должно быть. Это полностью куковые кошки, с густым очень подшерстком. Персы могут иметь какой угодно окрас. Но вот что интересно. У кошек со светлым окрасом колтуны образуются чаще, чем у темных животных. Это окрас серебристый. То есть есть шиншиллы затушеванные, такие вот, как бы они сероватенько выглядят. Есть шиншиллы завуалированные, они практически белые, все с зелеными глазами. То есть это вот для меня это самый красивый окрас вообще у персидской породы. То есть это черная обводочка, черные пяточки. Ну, очень красиво на самом деле. Персы вообще очень красивые кошки. Они похожи на плюшевые игрушки. Их кукольные мордашки не оставляют никого равнодушными. Вздернутые носики – вот одна из главных особенностей породы. Некоторое время назад филинологи стремились вывести таких животных, у которых нос находился бы на одном уровне с глазами. Но, поняв, что кошкам это только во вред, прекратили свои эксперименты. Сегодня персидский нос находится, как и положено носу, ниже уровня глаз. Существуют животные тоже персидской породы, называемые экзотами. Это особенная разновидность. Это перс для ленивых называется. То есть это котик, который не требует совершенно ухода практически за собой. То есть его можно так иногда расчесывать, но шерсть у него короткая, поэтому она в колтуны не сваливается. То есть такой очень удобный вариант. Экзот появился в США в 60-е годы и был зарегистрирован Американской ассоциацией любителей кошек как короткошерстный перс серебристого окраса. Экзот или экзотическая короткошерстная кошка был получен от скрещивания перса с американской короткошерстной в начале 60-х годов. Экзоты во всем отвечают стандарту, принятому для персидских кошек. Коренастое широкое тело, толстые лапы, короткий, толстый и прямой хвост, большие круглые глаза. Зато шерсть густая, блестящая, бархатистая и короткая, как у плюшевых игрушек, без пышного воротника. Она стоит ежом, что делает голову круглой, как теннисный мяч, а корпус приземистым, словно у медвежонка. Однако кошачью грацию экзоты все равно не теряют. Персидские кошки – сибориты. Они много спят и мало двигаются. Некоторые люди считают их этакими валенками. Привычный к общению перс нормально себя чувствует в путешествиях, в гостинице, на даче, там, где рядом с ним находится человек. Сладкие, как мед. Они очень хорошие по характеру. Я прихожу домой с работы, я стараюсь зайти как можно быстрее, чтобы они не успели дойти до коридора. Потому что они тут же выйдут, лягут ковром и включат музыку. И все это будет играть, гудеть. Они будут показывать, что слава богу, что ты пришла, наконец-то ты с нами, мы тебя любим. Наталья рассказала нам о загадочной персидской душе. Оказывается, это на редкость благодарные, послушные, понимающие своего хозяина с полуслова и с полувзгляда кошки. Мне кажется, они умнее многих таких обычных кошек. Ну, скажем, вот если у людей, ну и у нас раньше были обычные кошки, позовешь, скажешь, подойди, я тебе дам таблетку. Раз подойдет обычная кошка, да не в жизни подойдет. А тем подойди, я тебе дам таблетку. Или подойди, я тебе сделаю прививку. Тут же подойдет, сделаешь и уйдет. Конечно. Ну и что? А не понимать, что нужно? Ну и что, конечно. Те любезны проявить фантазию. Но если уж не хочет ваш кот играть, то все бесполезно. Хоть тресни, головы не повернет. Да еще и обидеться может. Персы, они вообще такие, своенравные. Если вы решили обзавестись зверюшкой такой породы, учтите, отныне вся ваша жизнь ей и будет подчинена. Несмотря на беззаветную любовь к вам, персидская кошка любит покомандовать. И вот тут рекомендуем быть строже, чтобы не плясать потом под ее дудку. Особо активны персы ночью и утром. Энергичнее всех, конечно, котята. Вот уж кому игры и днем, и ночью в удовольствие. Эти крохотные мохнатые комочки любят поиграть друг с другом и с вами, и с мамой. Да что там, сейчас они сами вам все расскажут. Знакомьтесь, это Жасмин де Мур. Привет! Меня зовут Жасмин. Хотя, когда я вырасту, и меня отдадут в другой дом, новые хозяева наверняка придумают мне какое-нибудь миленькое домашнее имя. Пока мне только два месяца. Я учусь ходить и есть настоящую взрослую еду. Представьте, в день я могу уже съесть 20 граммов мяса. А это я с мамой и братиком Жаном. Когда он вырастет, у него будет не такая длинная шерстка, как у меня, потому что он экзот, но я все равно его люблю. Это мои братики Жорж и Жужу. Они смешные, я люблю с ними играть. А еще мы любим играть со всякими интересными штуковинами. Вот мой братик нашел себе нового друга. Если я устаю, я ухожу в свой домик, но не сижу там долго, потому что я люблю быть со своей мамочкой и братишками. Мама нас моет и кормит вкусным молоком. Наявшись, мы засыпаем, чтобы потом проснуться и играть с новыми силами. Так мы растем. Если вы держите дома персидскую кошку, главное – хорошо за ней ухаживать. Некоторые заводчики считают, что это титанический труд, другие утверждают, что это не так уж и сложно, но и те, и другие сходятся в одном. Персы требуют к себе повышенного внимания. Пункт первый – естественно шерсть. Персы – единственные кошки, обладающие такой длинной шерстью. Шубку эту надо каждый день расчесывать. Да не абы как, а специальными расческами. Для хвостика, для лапок и так далее. Есть вот общая расческа, общая расческа. У нее зубчики так крутятся. Даже если там какая-то, не дай бог, закатка есть, она вылетит оттуда и не потянет за шерсть. Потом есть расчесочка специальная, вот эта расчесочка для счетчика, вот для этого места, конкретно вот только для этого места. Вот она для того, чтобы здесь вот все аккуратно причесать. Она именно такая, вот как надо, чтобы вот это место сразу получилось красивое. И так каждый день, чтобы ваш кот был настоящим красавцем, выглядел ухоженным, а шерстка его не сбивалась в колтуны. А еще персов нужно мыть, опять же для того, чтобы не появились колтуны. На выставку подходят люди и говорят, вот как мне избавиться от колтунов и перса? Вот, и я сразу спрашиваю, а вы себе голову как часто мыете? Ну, кожу же не надо мыть, вот такой ответ. Я говорю, попробуйте себе голову не помыть, хотя бы месяц. Вот у вас кот живет пять лет, и он ни разу не мыт. Так а как там не быть колтуном? А если мыть, колтунов просто не будет. Вымывает кошку хозяин, расчесывает ее, и кошка живет спокойно, совершенно спокойно, две-три недели. Определенные хлопоты доставляют и мордашки персов, которые так нравятся ценителям породы. Носик и глаза этих кошек устроены таким образом, что заслуживают отдельного внимания. Выделение из глаз и носа кошки необходимо убирать ватным тампоном, смоченным в обыкновенной кипяченой воде или чае. Делать это надо каждый день. Кстати, замечено, что из-за своего носика кнопки персы могут храпеть во всю Ивановскую. Услышите? Не удивляйтесь. Необычное строение черепа перса вообще может доставить много хлопот. Бывают у них еще перекусы небольшие, бывают асимметрии мордочки. Поэтому, конечно, бывают проблемы. Естественно, заводчики стараются от этого всего избежать. Уведут работу именно так, чтобы мордочки были ровненькие, чтобы носики были крупненькие. И чтобы тоже в строении мордочки было такое, чтобы минимальное были выделения из глаз. Нужно также следить за тем, чтобы у кошки не сформировался неправильный прикус. Иногда это случается, если котенок неправильно присосался к маме. То есть если он присосался боком, естественно, у него зубки поехали. Если котенок там раз-два присосался неправильно, это ничего страшного. Но если вы уже видите, что он на постоянной основе сосет неправильно, то есть он должен сосать прямо. А если он сосет боком, то это уже приходится следить и постоянно его присасывать правильно, чтобы не поехали зубки. Как уже говорилось, у персов самая густая и длинная шерстка, какую только может пожелать кошка. Умываясь, персы слизывают лишнюю шерсть и проглатывают ее. Из-за этого в желудке могут образовываться шерстяные шарики-сгустки, которые приносят немало неприятных ощущений. Эту шерсть из организма необходимо выводить. Для этого есть, вот сейчас разные средства есть. Вот это именно вот эта мальт-паста есть и есть в виде сухого корма. Такие вот штучки там внутри вот эта паста. Кто есть сухой корм, он может эти штучки кушать и шерсть выводится. Можно давать кошке траву или овес, тоже подойдет. А вот что касается питания, то тут надо быть крайне осторожным. Дело в том, что персы в большей степени, чем другие кошки, подвержены аллергии. И если пища придется им не по душе, а точнее не по желудку, они заболеют. Хорошо, если ваш Котофей с детства раз и навсегда полюбил сухой корм. Там есть все, что нужно для нормального развития. А если он его не ест, вот тут-то и проблема. Нежный желудок перса может принимать натуральную пищу только в том случае, если там всего в нужном количестве. Белков, жиров, углеводов. Плюс витамины. Ну и чтобы ничего вредного. Мяско любят, кашку жалуют с овощами. Ну а раз такой уход, не грех и совсем хозяину на шею сесть. Вот эта дама, например, ест только с ложечки. И никак иначе. Моя девочка. За маму, за папу. Вот у меня не было дочечек, а теперь вот дочечка есть. Такая маленькая. Вот такие мы капризки. Зато родители, персидские коты и кошки, безупречные. Если в доме появились малыши, воспитываются они всей кошачьей семьей. Если, конечно, у вас живет кошачья семья. Иногда кошки продолжают кормить молоком пяти-шестимесячных котят. В общем, если вы готовы уделять кошке много внимания, времени, если вам нужен этакий ребенок, ласковый, добрый, нежный, персидская кошка – это ваше. Она спокойна, уравновешена и бесконечно предана тем, кого любит. Кошки вдохновляли писателей, поэтов и художников во все времена. Некоторые художники остались известны тем, что единственным объектом их картин были кошки. Живописец Готфрид Минт получил за такую тягу к изображению кошачьих на холстах прозвище «Кошачьего Рафаэля». Сравнительно недавно, по историческим меркам, кошек стали брать в семью не для дела, не для ловли мышей, а для уюта. Появились кошачьи клубы, кошачьи выставки, кошачьи питомники. Появились люди, которые любят кошку не за то, что она грызулов ловит, а просто за то, что она есть. И она платит им тем же. Это была программа «Кошачий алфавит». Хорошего вам настроения. До свидания. Носится по занавескам, как многие другие кошки. Я не говорю, что другие кошки плохие, все хорошие. Ну вот, мода на них, к сожалению, прошла, но я думаю, что вернется. Персидская кошка – животное довольно крупное. Тело у нее массивное, с широкой округлой грудью. Живот тоже округлый, плотный. Мускулатура хорошо развитая. Конечности толстые, короткие, крепкие. Лапы круглые, мощные, отлично опушенные. С пучками шерсти между пальцами. Хвост короткий, толстый, прямой, без дефектов. Кончик тупой или слегка закругленный. Отлично и равномерно опушен. Голова круглая и массивная, с широким выпуклым черепом. Пропорциональное телу. Шея короткая. Мордочка с низкими широкими скулами, круглыми щеками. Нос короткий, вздернутый и широкий, с резким переходом от лба к носу. Уши маленькие, широко и низко посаженные, с закругленными кончиками. Отлично опушены. Приветствуются как можно более маленькие, широкие и закругленные ушки. Глаза большие, круглые, выразительные. Неглубоко, широко и прямо поставленные. Окрашены интенсивно, в соответствии с окрасом. Веки плотные и сухие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Кошачий алфавит». Я вот недавно задумалась, как всё-таки по-разному мы, люди, относимся к кошкам. Вот, например, египтяне так любили кошек, что при осаде одного из египетских городов царь Камбис велел своим воинам идти на приступ, посадив на свои щиты поживой кошки. Египетские воины очень боялись промахнуться и убить хотя бы одну кошку. Поэтому город сдался без боя. А что же теперь? Пошла вон, брысь, говорим мы кошке, если нас что-то не устраивает. Сейчас никому и в голову не придёт следовать примеру египтян и воздавать кошкам почести, подобающие богам. Однако некоторые мурлыки настолько красивы и величественны, что мы невольно робеем и преклоняемся перед ними. Сегодня мы вам расскажем об одной из красивейших пород на свете. Так что не удивляйтесь, если к концу программы вы вдруг подумаете, что есть в кошках всё-таки что-то божественное. У кого из мяукающих самая длинная шерсть? Чем особенны мурлыки с курносым носом? Почему некоторые кошки так любят, когда их кормят с ложечки? Об этом и многом другом смотрите в сегодняшней программе. Мурлыки надбровья ярко выражены. Шерстка персидской кошки – одно из главных её достоинств и украшений. Структура у неё особенная. По американским стандартам кошек стригут, выстригают им лоб, чтобы он оказался ровным, и выстригают щёчки. Но это делать, в общем-то, не обязательно. По поводу осевой, вообще у персов ости не должно быть. Это полностью пуховые кошки, с густым очень подшёрстком. Персы могут иметь какой угодно окрас. Но вот что интересно, у кошек со светлым окрасом колтуны образуются чаще, чем у тёмных животных. Это окрас серебристый. То есть есть шиншиллы затушёванные, такие вот, как бы они сероватенько выглядят. Есть шиншиллы завуалированные, они практически белые, все с зелёными глазами. То есть это вот для меня это самый красивый окрас вообще у персидской породы. То есть это чёрная обводочка, чёрные пяточки. Ну, очень красиво на самом деле. Персы вообще очень красивые кошки. Они похожи на плюшевые игрушки. Их кукольные мордашки не оставляют никого равнодушными. Вздёрнутые носики – вот одна из главных особенностей породы. Некоторое время назад фелинологи стремились вывести таких животных, у которых нос находился бы на одном уровне с глазами. Но, поняв, что кошкам это только во вред, прекратили свои эксперименты. Сегодня персидский нос находится, как и положено носу, ниже уровня глаз. История происхождения персидской кошки туманна. По одной из версий, предками персов были ангорские кошки. Однако поверить в то, что эти грациозные, длинноносые животные каким-то чудом эволюционировали в приземистых и курносых персов, трудно. Но чем чёрт не шутит? Впрочем, есть ещё одна версия появления персидской кошки. В степях, говорят, водились и, может быть, до сих пор водятся такие животные манулы. Вот они даже внешне, такие-то дикие животные манулы, они даже внешне немножко напоминают персов. У них короткие лапы, короткое туловище, такая вот широкая голова, ушки так вот расставлены, именно как у персов. Ну вот, и говорят, что они вязали вот ангорских кошек. И вроде бы от потомства манулы и кошки как раз и пошла персидская порода. Говорят ещё, что этих животных потом привезли в Сибирь, которая подарила им пышную шубку. Ну а далее была Европа, где, собственно, и занялись их разведением. Серьёзнее всего к этому подошли английские филинологи. И, может быть, поэтому достигли немалых успехов. Первый стандарт персидской породы был написан как раз в Британии в начале прошлого столетия. В Россию персидские кошки попали ещё в веке 18-м, о чём свидетельствуют рисунки и гравюры этой эпохи. Сегодня их можно увидеть в музеях или на открытках. Я их видела где-то. Эти открытки уже русские. На этих русских открытках явные персы. Хотя они и носатые, но это явные персы. Не какие-то там сибиряки, у которых нос совершенно прямой такой орлиный. Не какие-то русские голубые. Это явные персы, но с носами, которые сейчас уже считаются немодными. Держать при дворе белую персидскую кошку считалось особым шиком. Правда, как ухаживали в ту пору за её великолепной белоснежной шубкой, неясно. Но, видимо, были свои секреты. Ещё одна версия происхождения персидской кошки приводит нас как раз-таки прямиком в Россию, где большие пушистые кошки всегда ценились. Существует ещё одна версия, полностью оперегающая восточное происхождение персидской кошки. Суть её в том, что считают, что родина её Россия. Это выделяет её длинношурственность, признак развития длинношурственности, так как там был очень суровый климат. А уже оттуда её вывезли на восток, затем во Францию и в Италию. И потом из Франции её вывезли в Великобританию, страна, которая наконец-таки всерьёз занялась её карьерой. И в 1887 году ей присвоили официальный статус – длинношурственная домашняя кошка в Великобритании. Из многочисленных её названий выбрали самую красивую и экзотическую – персидская длинношурственная. Сегодня в мире и России персидская кошка популярна, но не совсем так, как хотелось бы заводчикам. Всё чаще люди предпочитают заводить кошек, ухаживать за которыми легко и непроблематично. Поэтому на выставках персов мало. И остались только отдельные энтузиасты, которые держатся за эту породу и, в общем-то, получают оттуда, конечно, благодарность. Потому что мы в кошек вкладываем, они в нас вкладывают. Где-нибудь что-нибудь заболеть, кошка пришла, легла, она точно знает, где, что болит. Вот это персы. Думаю, они же не...